В областном центре сотрудники МЧС, работники социально-реабилитационного центра и представители ТОС провели рейд по проверке семей, которые состоят на учете как социально неблагополучные. В ходе рейда проверили на предмет соблюдения пожарной безопасности квартиры и частный сектор. И разбросанная одежда часто становится причинами пожаров. Они легко подвергаются возгоранию. Многие неблагополучные семьи не следят за порядком в доме, тем самым подвергают опасности себя и своих близких. Самое страшное, что жертвами такой халатности могут стать дети. Для этого спасатели и социальные работники проводят рейд, во время которого проверяют состояние жилья и проводят профилактическую работу. Надо почитать, ознакомиться, да, нарушение и допускать, чтобы ваше жилье не пострадало от пожаров. Понятно? Да, конечно. Кроме этого, причинами пожаров могут быть неисправные печи и проводка. В старых деревянных домах такое явление не редкость. Во время рейда сотрудники МЧС раздавали памятки с инструкцией, а представители социально-реабилитационного центра проверили семьи, которые состоят на учете. Многие хозяева квартир отнеслись к проверяющим с пониманием и легко шли на контакт. Другие просто не открывали двери, либо они были на работе или учебе, либо просто не желали этой встречи. Несмотря на то, что многие не обращали внимания на съемку, нашлись и те, кто журналистам не совсем рады. А квартиру будут видеть, да, все? А зачем мне-то надо? Стоит отметить, что данный рейд проводится в рамках операции «Жилище». В ходе мероприятия особое внимание уделялось проверке территорий на подготовку к особому пожарному периоду. В самих жилых домах проверили печное отопление, электроснабжение и электронагревательные приборы. В ходе данного рейда мы посетили социально неблагополучные семьи. Целью и задачей данного мероприятия было проверка помещений и территорий земельных участков на предмет соблюдения пожарной безопасности, выявление нарушений требований пожарной безопасности, а также проведение консультативной помощи. В ходе данных мероприятий особое внимание уделялось, как я уже сказал, земельным участкам территории, как они подготовлены к особому противопожарному режиму, убрана ли территория, окошена прилегающая территория. В самих жилых домах мы проверяли и особое внимание уделяли печному отоплению, электроснабжению, электронагревательным приборам. На замечания специалистов некоторые находили оправдание и ссылались на недостаток денежных средств, занятость и так далее. Тем не менее, эти факторы не освобождают людей от ответственности. Лица будут привлечены к административной ответственности в зависимости от того, как они устранят данные нарушения или нет. Если на административной комиссии они нам предоставят доказательства о том, что они устранили нарушение, на первый раз граждане будут привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. Если от них никакая информация не поступит о том, что они не устранили данное нарушение, либо вообще проигнорируют данное мероприятие, не придут на административную комиссию, они будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 1000 до 2 рублей. Чтобы снизить риск возникновения пожара, необходимо соблюдать порядок на своей территории, как в самом жилище, так и возле него. Ни одно оправдание не стоит того, чтобы подвергать риску себя и любимых людей.